Андершок находится. Ну, хотя, вполне себе, может быть, и Феникс Суппорт, ничего страшного, Шочло можно на плей отправить. Для Фонина мид хороший, это пугна. И когда-то давно-давно эту пугну в мид ставили, ничего страшного. В общем, можно как-то распределиться по ролям. Ну, и ребята из ВП, да, Лил будет играть на Виспе, Суппортить Году, который на Штормен. Конечно, мы с вами Шторма увидим. Эту профессиональную аминтону, конечно, сложно назвать, но тем не менее. Такий, Финал и Шторма. Лил вообще классный, герои выпадают. Висп, Лизашечке, Лилзаш. Тоже неплохо. Вот ФНГшка будет играть на Фуриончике, Фобос сыграет на Рейс Кинге, ну и Сален. Будет фармить на Ликантропе, кстати, тоже один из его профильных героев, поэтому я вообще окей. Ну, был когда-то, да, когда лет так, год назад, может, побольше. Да, весна этого года, да, еще в Империи, они же катали с этим Ликантропом. Ну, год назад там чуть-чуть, ну, поменьше. Да и уже время так быстро идет или медленно идет, что ты уже не понимаешь, когда это все было год, два, полтора, полгода назад, когда эти меты были. Ну да, тоже правда, тоже правда. Ну, ладно, пока, видимо, небольшая стычка у нас, в общем-то, с Террорплейдом. Напомню, дорогие друзья, что за первое место команда будет зарабатывать себе 20 тысяч долларов, то есть ровно половину призов он будет забирать себе. За второе место команда получает 10 тысяч. То есть команда уже при деньгах, ну, конечно, почет, слава, уважение женщины. Все это только первым местом достается, поэтому, конечно, на победу будут играть оба коллектива. Ну, и также напомню, дорогие друзья, что если вы вдруг покупаете эти самые билеты для просмотра ТОТВ на этот турнир, то вы делаете определенный свой вклад в фонд голодающим, собственно, при поддержке Dreams Media и Faceit, которые также добавляют за каждый проданный билет по 2 доллара со своего, что называется, карманом. Таким вот образом турнир проходит, и, собственно, для игроков хорошо есть призов он фонд, и для благотворительности тоже, в принципе, неплохо. Ну что, быстренько по героям, кто на ком? Давай. Давай. Котэм играет на чане, у нас Абдершок на фениксе, шо-чло, она Тиммаги, и Бах играет в Терраблэдди, и Афонин играет на пуганке. Или пугночке. Пугночке на фонин. Миди на профите, сайлт на ликантропе, год играет в миди на шторм спирити. Фобос, Рейдкинг, и Лилзаж, птица эта бешеная, на Виспе или Ио, как правильно называть его в Доте 2. Айо. Айо. Айо тоже неплохо. Айо может Абдершок это забрать, ой, ты как больно. Лил, Лил. Сейчас Айо может умереть. Он что-то погиб, да, но Виспе у нас в этой игре уже не будет. И, давай, и Визаж. Башние силы темы на нижней линии. Он будет, знаешь, под конец. Останется одна жизнь в Virtus.pro, последняя. Выпадает, бисит, и Лил в соло выигрывает игру. Как тебе такой формат? Не-не-не, ему просто наказывают Доту за то, что на синглдрафте ему сразу был Визаж. Ну, не может так просто переть Стэн. Вообще да, вообще да. Кстати говоря, что характерно этому моду, что здесь стараются покупать атефакты именно универсальные, то есть характерные любого персонажа. У нас всегда есть возможность того, что ты просто-напросто, ну, не знаю, отправишься в таверну, имея какие-то тарвала на тинкере, да, потом появится у тебя, ну, не, хотя тарвала это плохой пример. Не знаю, что Догон, например. Догон тоже универсальный. Характерно этому моду, что Лилл купил себе на Виспе на первом уровне Боттл, и когда у него Висп ушёл, он тупо Боттл принёс сейчас Году на Мидл и отдал его, подарил на бирже. Вот там тебе новогодний подарочек такой, подгон. Слушай, это уже неплохо. Ну, вот тут как раз-таки об этом инфа, да, то, что вот здесь как-то можно какие-то медасики приобретать, универсальные ботинки какие-то, что может быть соответствует любому персонажу, вроде. Погончики можно какие-то. Ну да, медас, лагера самые стандартные, может, аганимы тоже, тоже, нотбэт какие-то собирать. Ну, медаса самая такая стандартная, потому что с медаса можно отталкиваться потом. Ну, один-два медаса можно собрать-то точно. Это там. Ну, и... Кстати говоря, по поводу аганимов, да, сейчас больше аганимов стало для персонажа, пооборот, есть смысл покупать. Огромная вероятность того, что тебе будет тот герой, которым аганим будет в пору. Ну, на самом деле, там опять половина аганимов бесполезная. Мы вчера как раз обсуждали с Вованом этот аганим на эсэфе. Я говорю, лучше поддавал ему, не ульту усилил бы, а там что-то типа, может, какие-то дополнительные, дополнительный минус армор там, или души. Тоже чуть побольше. Как раз, ну, души добавил бы там, может, на 5 как-нибудь, и минус армор там еще на 2, на 3. И как раз таки из-за этих плюс 5 души и ульта чуть усилилась бы. Без возвратки. Ну, да, такой, не совсем понятно, там, вот этот аганим, в общем-то, будет ли он визабелен. Пока из того, что мы видели в пабликах, кто сами покупает в этом аганиме визабелен. Может быть, кто-то там покажет, как это можно грамотно исполнить. И то, я сейчас такой бред сказал. Плюс 5, ну, там надо это побольше, да, плюс 5 демеджа и плюс 2 минус армора. Ну, это бред какой-то. Можно у Дейдл собрать, да, эти бабки почти. 4 200 тратить. Ну, да, вообще, я думаю, многие бы согласились вернуть старые Шадоу Рейзи. Ну, да, Шадоу Рейзи такое. Ну, нет, 90 на самом деле нормально, если Боттл был бы старый. А как сейчас Боттл тоже сфиксанули, он сейчас чуть-чуть приседает, но все равно ему без ранних. Ну, что такое. Там, теорием, Шачло у нас разминает, Шачло пока жив. Вообще, очень мало фрагов делают, ребята довольно аккуратно играют уже, 4 минуты с матча прошло, а всего лишь один фраг, сами понимали? Вот, смотри. Вот у нас сейчас будет килл на Силентфер. Ну-ка, ну-ка, годдем, спина под смоками будет заходить, Салент имеет только левел 5, нет шип-шифта, и не понимаю то, что может произойти, Андершок у тебя не был, как-то, кажется, прогрыз. Я не понимаю, что может произойти. Понимаю, там все. А, так годдем он не видел, а вот он годдем, ну, Салент успевает первым сделать фраг, но сам, скорее всего, погиб. Андершок, молодец. И... и пах умирает. Умирает. Ой-ой-ой-ой, очки, 10 хп, катапульта, развернись. Нет, СТПшивают назад его, на базу, не хотят отдавать Эррор Блейд, Эррор Блейд, должен остаться. Так, ну, это что ж... И Визаж, Лилзаж у нас еще тоже умирает на хостах, Афонин. И ФНГ, ФНГ еще тоже сканет, наверное. Ой-ой-ой, очки, ой-ой-ой, очки. Фонин бегает, там Андершок появился внезапно, вот так вот. Здесь все будут раскладывать. ФНГ, ставится в вард, боже, какой-то жесткий Афонин, ты посмотри, он до сих пор жив и бегает, и бегает, и мантит. А зачем он остановился-то? Не знаю, он думал, что переживет, видимо, это последняя тычка, но не пережил. Афонин тоже надо забирать. Робот. Андершок, вот, все, замес пошел, по заказу радиослушайте, пожалуйста. Ага, тут друг друга вообще довольно знатно месит, ребята. Разрушается Незервард, Шачла пытается уйти. Ну, еще своего Террор Блейда и антимага сохранили, но ребята из ВП сикеров менялись. Ой, не факт, ребята, это пойдут. Ай, абсолютно, ты еще, да, на венге. Кстати говоря, появляется Пудж же от ФНГ. Пудж пошел, левел второй хук, сейчас будет кого-то на хук сажать. Что, Дэнди учил? И вот так, в упор прям ФНГ, хук ему, отлично, на, и бах, умирает. И Дум от Афонин, вот этот новый Дум, который сейчас в СНЛБ, иду на тысячечку. Потому что уже левел шестой, каким образом, вообще Саня там тоже погибает. В конце идет у нас Афонин, но под спринтом Лил должен уйти. Ну, понял, Миттл стоял, как там. Ну да, неплохо, хочет уже седьмой быть. Год, там вот эта мышь такая стоит, там аккуратненько Шторм Спирита подкачивает, чтобы потом убить всех, там закончить 20-0 игру. Да, Год, так ты хочешь играть, значит? Ну да, пока он участия в замесах особо не принимал. Ему, видимо, Шторм Спирит очень нравится, он очень хочет его оставить. Хотя многие бы, с учетом изменения того самого Шторм Спирита, Шторм Спирита продали бы сразу. Потому что он стал менее опасен, с более затратный по ресурсам, скажем так. Но год в год хочет его сохранить. Покупает целый ринг, есть левел 8, и пока на Шторме он не в полный порядок. В ФНГ, смотри, Фспирит выпал ему. А умеет ли ФНГ на Фспирит? Я думаю, вряд ли. Я думаю, вряд ли хорошо умеет играть. Умеет-то все. Камни-то можно кинуть в цель ровно и притянуть там, и все дела. А вот хорошо играть на Фспирите, это надо много на нем играть. Герой жесткий, когда на нем именно задор какой-то играет. Да, он миллиард игр. Ну да, да. Он очень нул, ну его банить надо сразу прям, если есть какой-то садер такой. Если ты знаешь об этом информацию, у тебя есть. Ну что? Сейчас таким таковым лил является в вэппу. Значит, тренируется, нормально, заметно, заметно, заметно. Андершок, 4-й левел, нет никакой вы. Вот встриет, Афонин встриет, 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 встриет. И Андершок встриет, всем тоже ультут. Ах, здравствуй. Бах, Сален Табл, дел с помощью калинга Блэйда. Очень больно. Заря Дума, Даля, конечно, так вот. Да, Дума, конечно, был очень-очень приятный персонаж. Гот, Блэйд, Блэйд, Блэйд пошел, смотри. Так, Шачлоу ныряет куда-то далеко, фоба Саленца на Гот Дема. Но решили убить из Эппа почему-то так, на ибаха. Гот налетает к Саргенам. Потянул Сален двоих с помощью кола. И Шторм Спирит здесь. Гот, Гот. Саргенам не хочет, Саргенам тебя сбить, смотри, еще бегать. И мы на бой, лол, фулл хп практически сбили. Какие-то, вроде, подкопка, койт Леона под четверым. Ты посмотри, лол хп-шный ВП, но продолжает траться. Андершок, а проблема под Саленц, он пытается уйти. Андершок, а Андершок отправляется в Таверну. Саленда пытался убить с Гот Дем. Саленц идет вдаваться, но перед этим сделал фраг. Вив, тем временем, Энчантрис. Просто мясо. Мясо, самое-тоящее мясо. Ну вот, чего мы ждали от РДМа. А папа, и блядь, в Тафоне, на большом левел седьмой. Четвертый скрин, но не стал, наверное, на года. Не могла пойти там, что на 200 маны, вон сколько летает. Даже 600 тренинджей не прилетает. Саленц у Фобоса, вот чего он боялся. Саленц у Фобоса, залетаешь, отправляешься в Таверну сразу же. Ну такого там маны уже нет, сколько драк это было бы происходило. Ну да, но не решился в любом случае. Чуть получше пока ситуацию в Virtus.pro, как вы видите, в верхней части экрана у них больше осталось жизней, нам по целых. Ну и продолжают у нас меняться герои, теперь появляется ЦК, есть Никс. Вот такой неплохой пик у HellRazer в итоге получается. Никс 6, сейчас будет нам меди ждать какого-то молодого человека. И с Queen of Pay, наверное, будет его разбирать. Вот-вот, как раз коду очень хорошо бы забрать сейчас на этом шторме. Но надо квапу звать. Брат, давай иди. И это заканчивается. Квапа, квапа, квапа. Ты должен видеть, что на карте сейчас умрёшь же. Ну что ты, брат. Оп, оп, подкопали скрим. Ипсоник. Даже без Сайлента. А нет, а там даже без Сайлента появился. Сайлент просто откуда-то мы всё. Эх, а Талстрон в 30-локо держал, и в итоге его загангалишь. А Чтло не удалось подцепить здесь ФНГшки. ФНГшка промазал. Вот, кстати, ещё один сигнатурный герой Сайлента. Патма тоже очень много с ней играли раньше. Имперцы. Это тоже было очень давно. Ну, на Патме играть не так сложно, в принципе, но... Тем не менее, практика нужна. Снизу Лилл Зашнер тоже будет умирать, сейчас болт в лицо получит. Да, там за Болзарем Люкс, скорее всего, умрёт. Ну, Стан сразу же надо делать. Конечно, конечно, умирать. Убили, убили. В итоге два фрага делают Хэлл Рейзерс на разных частях карты. И сравнивают счёт. А, 30-30. Сравнивают. Сравнивают, сравнивают. Всё верно. У него не Найт появляется в те временем. О, да. Ну вот, нафармил Штармор артефакты, а в итоге сейчас у него Омник. Хотя артефакты, в принципе, не похитили Омника. Кстати, на Фонин нападает, а Фонин под Сайленсом. А Фонин есть Соник. Ой, Фенга сейчас будет больно. Фенга дал ульту. Такое. Может умереть, на самом деле. Фонин успеет, ТПш, не успеет. Не успеет, не успеет. Боже мой, запасен, там умирает. А Бадон, и чё? За чём Бадон в Слипи-стейп? Что это такое? Что это за... Не знаю. Как так произошло? А, это баг ещё на... Вашняя Сил Тьмы на верхней линии. Это уже будущий герой, наверное, для него, да? Ну, я не знаю. Да, может быть, это тваря. Да, может быть, да. Может, действительно, это тогда потом появится. Перед предыдущим патчем, как это не пофиксили, мы не с тобой комментировали Д2СЛ, случайно. Я в тот момент не помню, что было. Когда баги были вообще повсюду, не было, не видно никаких суммонов, бегали вот эти эроры. Было написано красным сетом, просто эроры. И где умирал любой герой на карте, там стояла такая... Типа вот как статуя стоит, да? Только, ну, не знаю, как там тень, так и убитого. Башню Сил Тьмы на центральной линии атакуют. Силы Тьмы укрепили свои сооружения. Очень много багов был на Эдмэрдеме. Пофиксили его нормально. Ну да, да, было такое. Очередно год, атака рам. Даже повернущается, Афонин, что приколь. Такие два... Похоже, герои выпали сейчас Абадон и... Помню, Найт. Ага. Есть, там уже 4 пола заканчивается, и он дает, конечно, на себя пкил. Стрела от Сайлент уходит никуда. Афонин под Сайлентом сам, брат, не очень хочет, разворачивается. Хочет их шилд, пошел Чейнфрон. После времени МОНГ сливает очень быстро плотсикера. Сначала нужно валить, прячется в НГС и бах. Афонин активируется ультимейт, и вместе с своей командой уходят. Да, я сейчас вообще нереально драться против ОМНН, не найдя большого левела. Что, парни, делаете? Это забудьте вообще... Такую... Сайлент разучился. Стрела давать все мимо, но в итоге убивают СК. Так, там зодики какие-то МОНОВОИД залетают. Ой, Скаймага разорвала. Заняты были ВП убийством противника под Тердау, таки потеряли своего димейта, ну и сейчас и баха не должны фискать. Короче, ВП, СУП и катку могут затащить на этом уминате сейчас. Господи, Сайлент, алло, прием. Третья стрела подряд никуда просто. Что с тобой не так? Ну вот, практики не хватает стрел покидать. Но Старшторма залетает как надо. Опять-таки, проблемы были у Антимага. Улетает. Так, пошел, пошел, пошел. Пошел еще под щитом, под щитом. Давай, 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 давай. Как он развалил этот КТМ просто минус 2. Просто как лошар, просто зашел в четверых. Жестко, жестко, жестко. А тут слушай, сейчас Холл Резерс начинает выигрывать понемногу. Ну да, сейчас будет 27-24 уже. Сейчас два героика до воскреснут, минус 2 жизни будет. Угу. Вот что мне не нравится в этом моде, у тебя вроде бы Антимаг, это круто, но блин, ты покупаешь на нем БФ. Если ты вдруг погибнешь, тебе БФ на какой-то там, я не знаю, на каком-то Рубике будет не нужен вообще. Может, не стоит покупать. Я так понимаю, он погибать не хочет. Он вообще без сапог бегает, ты понимаешь, что у него нету ботинка даже обычного. Так а зачем персик? Я не знаю. Купил бы себе пауэртрет за драки, бы хорошо себя чувствовал бы. Так да, да. Замаксил бы Блинк, просто бегал бы с руки и убивал бы этих героев. Ой, сейчас можете просто в шочу отъехать. Цельфанга встречает у вас. Раскастан. Ну что такое, Артем? Почему-то такой меткий. Эх. Ну почти у него не получилось. Ну, сяно бы не убил Антимага. А, нет, убрал, убил Доши Барт стоит. Ну, не знаю, был бы только, что поставили, по-моему. Не, а был бы, был бы. Либо его должен был так поставить. Ладно. А, может быть, ставил. Ну ладно, не суть, это важно. Очень духой Антимаг. Очень жесткий комбинат будет. Очень жесткий комбинат. А, не сооружен. Кстати говоря, сейчас, я так понимаю, что все дapриотипа сразу во время смерти, они после возрождения. То, что влачаясь на полосу. Влажная силы 726, да, должно быть 24. Ну да, наверное, смерти минус. Респаунс. Так он, собрать и пошел на миксер. Смотрим, смотри, что тут, что тут. Оп, оп. Подождали, если следа, едет. الأыв, отъезжает. Тракасто минус. Опуска издает шапнельку свою. А, нет, нет, здесь, у меня это можно убивать всех. Посмотри, опять, 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 опять. на этом период и в полном этапе по цене этой копейки в том числе своей сайлентископой оплата 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 на протоколе оплата на протоколе на то же и шайчо форме царя он это согласен в сфере он если не будет умирать в том что он тоже на тимаре может быть удачен и это наверно да не нравится нет на ртм какой бф на антимаги вычеркивает что датманил смерть неужели бы не смогут один раз запустили матрини верю чтобы такие антимаги выигрывали. Может герой в бестану будет, как ты вкусишь. Не знаю. Ну, сейчас герой в бестану, сейчас антимагу это вообще нечем. Он видит героя и блинкует. Ну, типа, да. Можно специально героя кого-то одного отдать, ненужного, и потом кого-то с основным получить. Но, блин, против этого антимага можно чуть-чуть придумать, я уверен. Ну, это просто слишком рискованно. Понимаешь, если Андреас умирает, все, его АБФ можно покидывать смело. То есть все, что он фармил, то будет уходить в никуда практически. Сейчас, я пойду на 30 секунд. Ничего страшного отходить. Да, в наступить времени мы, кстати говоря, на Ави на параллельном стриме обыграли прайс еще на 2-0 на турнире ПТС, с чем мы их поздравляем. Новый этап пока в новом патче тащит. Ну, и в следующем раунде нами там будут ждать своего оппонента. Вот такие вот расклады. Смотрите, на времен, дорогие друзья, Twitch.tv.tv.tv Первый канал, собственно, и второй канал, который мы сами находимся. Смотрим, Кран Финал Т2ЦЛ. ВП против HellRaisers. Первая карта, которая проходит на моде ARDM. Ну, и пока мы видим, чуть получше себя чувствует HellRaisers. Не намного, но чуть получше. Так, Шачлона все время пытается сплитить. В спину заходит Года. Год левел один стелл хороший. Опять же, антимаг, правда, и нечем. Это проблема. Так, снизу. Андрушок. Пауру сетском. ПТ-брейсер. Пошел Лила разваливать. Лил дал ульту. Типа аутвизает. Ну, спас он себе, конечно, свою ментузу. Ну, что Алимана? По-моему, вообще самый неюзабельный герой в ARDM. Ты его увидишь, можно сразу сливать. Такой, как антимага, наверное. Ну, антимаг ладно, антимаг хоть мобильный. Купился БФ. Шачло. Посмотрим, сколько удастся ему затащить. Так, ну и Фобос тоже очень рад, потому что у него есть снайпера, давать его не хочет. Алим. Давайте барам, драмы. Да-да-да. Ну, шо, шо было? Рассказывай так. Кто-то умер. Ну, Медузу пытались убить, а Медуза не умерла. Башня сил света на верхней линии, атакой. Никто не умерел в 26-25. Почему Бэйн появился? Бэйна не была. Никса, Никса прикладили. Никса, Никс, Никс умер. Башня сил света на верхней линии разрушена. Ну, там, тем временем, БФ появился Шачло. Он пытается, опять же, сплитить, играет в свою доту. И пока на выпад на это не обращать внимания, в миде что-то у нас будет происходить. Год 3000 монет имеет очень много. НФГ говорит, Вальв гиф стан близ. Да я хотел любить антимага, а станов нету. Ну да, проблему. Он сейчас со всех пауэртрет соберет какой-нибудь. И может сразу Владимир. Опа, Финсгрип, стул же, плило, просто фрагло. Там-то пларка, там-то пларка. Так, а антимаг сейчас просто попытает слило, приговоритель, не получится. Там еще Батон, подхилы жесткие. Найтмэры, Силент в НВ спрячется. Догоны все в Силента, прям в рефлекшн. Не-не, а нас бэк бежать, бэк бэк бэк. Там, мол, мне нравится, там, печаль, тоска. А Батон тупоут. А я включу-то. Возрекая не обузит то, что нет стану ПВП. Просто в наглое делать тупоут. Ну, и Багрис, конечно, погибнет, Сандрос, мол, да, приговаривает. А ты шок мог пойти и забрать? Товарища Рошчана. Рошанчика? Ну, да. Ну, Морбит-масочку бы какую-нибудь, как-нибудь. Ну, купил бы Симу Морбит-маску, вот как раз она... Нет, к нему барабаны летят не хочется, Симу Морбит-маску это покупать. Пострять боится. Положит барабашки. Тут все почти барабаны собирают. Ну, в общем-то, сейчас у ВП 2 пары барабанов есть. Башню Сил Света на нижней линии разрушен. Симу Морбит-маску себе купили медальку даже, но это не было. Антимаг, антимаг, антимаженька, антимаг. Хотят его поймать очень сильно. No way. Никак просто. Ну, Снюков, конечно, ему больно, доставиться слов нет, но это надо, чтобы все-таки он бы продержался в дизейбле несколько секунд. Такого тоже пока не получается. Башню Сил Тьмы на верхней линии... Сакер Трелик у года, между прочим, это будет Родианс, а то он не Найта. Вот оно что. Причем тоже один из таких айтемов, который полезен в кличке на любом герое будет. Ну, ты бегаешь... Просто Родик будет. Да? Вот, кстати, минус Рошан, если сможет осилить Мейден, ему нужна помощь. Ммм, ну так. Тяжеловато Солу без Морбит-маски, конечно, не отдадится. Мейденку потанчите срочно. Сейчас сейчас башка идет Отершока пропишется. Трэп взрывает, и здесь сайлент удара приговаривает Отершока и говорит спасибо за халявного. Минус два. Да, за халявный минус два получается. Котэм тоже погибает. Минус Рошан. Можно, можно забирать. Скорее всего, потому что под сайлентом сейчас как раз у него уже третий мелд. Я думаю, мы должны, ну, под квотом, там, под хилом, на изи, на изичах вообще, это Рошан упадет. Да. Тут говорят, что если после смерти выпадет Эммер, то шанс, что выпадет герой, которым БФ будет норм, он настолько мал, что посчитайте. Поэтому я до сих пор не понимаю, зачем это нужно. Голем. Да, и бак разорвал моментально, в общем. Если Голем упадет в секунду просто. А и Афонин тоже упадет. Да, и Афонин умрет. Ну, у него ульта есть, конечно, может еще пожить. Побегает там, как-то попытается, но такое. Да, нет, нет, нет. Он там, Андрюшок, ты посмотри, встречает на Элдер Титане, стан один. Вообще, тоже стрянет скорее всего. Дал его в сплиттер, но... Да, продолжает движение ВП. Ох, так пробежались. Подловили, подловили ХРов. Вот и горючка. Рохана забрали. Все собрали. Так. Шачло. Ну, он продолжает днуть свою линию. Будет делать себе Владмир. По-прежнему, конечно, ловить им нечем. Ну, в частности, ловить нечем только из-за того, что он не допускает ошибок, пока не попадается. Ушел опять, опять ушел. 10 хп осталось. 5 ассистов. Что-то прилетело к нему, прилетело. Ничего не прилетело. Куда за ним до конца? Если был какой-то форстаф, можно было за число гняться. Еще какой-нибудь блинк, например. Блинк и сразу же мы себя подкилдать. Ну, не знаю. Появляются герои там у Hellraiser другие. Теперь и VR-ки есть и... Вот он и Саш, да? Ну, почему он в Hellraiser? Афонин. Саш, свои займы. Как тебе? Да, неплохо. Он, кстати, может шесть слов умереть? Нет. Среагировал. Следующая точка была бы смертельная. А может, может. Смотри, там же ФНК еще рядышком. Смотри, смотри, чистый дамаг. Вот, вот он мне и говорил. Ну и что ты будешь делать, Альцов? Вот сейчас мы посмотрим, какой герой появится. И я вот на сто процентов... Ну ладно, не надо. Не надо. Вы говорили, что я на сто процентов уверен, что он пропрется сейчас на этой Battle Fury. То есть кто, Айбер попадет или кто? Ну, типа того, да. А кто еще может такой нормальный? Ну, господи, кто-то на Battle Fury у нас есть. Ну, вот, вот сразу так и не сломнишь. Бегает и наяривает. Сейчас Солринг мог бы нажать на ульту и просто замесить всех там. А, боже, еще и Mystic Snake залетел в VR-ку. Ну, пока начали давить. Уже. Умни Найт это слишком имбалансный герой. Как раз на это мой RDM, если он выпадает, и он большого левела, то очень трудно что-либо с ним сделать. Ну да. Там был с другой стороны Абадон, конечно, примерно такого же плана персонаж, но... Но Абадон не Умни Найт. Умни Найт все-таки намного круче. Это... Так, ну вот смотрим. И это ВИЧ Доктор с БФом! Вот он! Супер крутой артефакт, которым фармил 20 минут! Аааа! Зачем, чувак, на RDM? Нет, не работают БФы. Нет. Абадон чуть не отъехал. Отъехал, отъехал. Отъехал, отъехал. Сайлент с изолятором. Ну, Сайлент там вообще нормальная сборка. Сайлент там вообще нормальная сборка. Сайлент в центре есть у Тейтхантера. Ну, как этого, не знаю, Умни Найт не пробить. Я очень много этих HRDM'ов сыграл за свою жизнь. И реально, когда попадаются Умни Найт, когда вот эти на лигах были всякие там, ну, на хороших лигах, когда топовые все игроки играли, вот эти РДМ'чики всякие фановые. Ну, умни Найт не выигрывается. Очень редко побеждать его, как-то подловить. Ну, типа, да, надо это запокусить, чтобы резко его слить, но это практически невозможно. Тем более, Год имел изначально неплохой старт. Он информил там на Штарме, у него там деньги были. Ваши силы света на верхней линии атакуют. Я смотрю на Найт висит, же у меня слезы. А, нет, подожди, слушайте, это был кто? А, был пока вставерки не был, боже, мне показалось, что ноль в Найт вверху. Так, ладно. Перерывал я. Что-то злобало можно. Ну, он Умни Найт, фокусить срочно. Умни Найт, ребятишки. Ну, как-нибудь. Ну, пожалуйста. Ну, чуть-чуть с Сайегисом, мы попегу. Умни Найт, Башню сил в тьму центральной нужны. Да. Догончик появляется, Брудмазер, ПТ-догончик, левел 11, конечно, тяжело и баху что-либо делать, но вообще сложно сейчас с Hellraiser, чтобы что-либо сделать. А, не, мот-стайл собирается. Походу, Валхимика выходила. Ну да, такого плана. Демос, Снейк, Мистик Снейк, и чем-нибудь еще добить, 26 хп осталось, добить нечем. Простили. О, еще год еще возьмет, если... А там уже руна ускорения появилась, так что, этот, эээ, волшебная руна была. Был бы вообще все очень жестко. Ну, ну да. Ладно, так тоже неплохо. Ну и вообще, последние минуты 3 уже, наверное, Virtus.pro счетчика с жизнью уменьшается, да, и... Да, посмотреть можно с... ну какая-то минута была? 20. Ну да, 3 минуты где-то. На них за 3 минуты сделали киллов. Ну там 27, да, было? Ну 14 киллов, по-моему. Ну 26, ну да. Да, 6-26, 13. Ну да, умирали только HellRaisers. Конечно, шанс на камбэк минимальный в первой карте. Да, еще вот этих артефакт не мерзкий появляется вон у Медузы. У Медузы. Мег появился. Медузы. Нормально. Суппорт лил. Все как положено. Сейчас этот лил и умрет, по идее. Нет, не факт. Слушай, не вовне знаю, год пришел. Год, говорит, против смерти своих тиммейтов ставится стенка и стягивает кода туда вместе с лилом. Ревча нет, ничего нету. Все горят. Все умирают. Год с москвистелем еще. Башню сил тьмы на верхней линии атакуют. О, Шачлоп просто убил от мистик Снэйк умер. Так, Сальца, блядь, какой-то Алл Сальца, проблем может быть, а Кликс. Уууу, какой подпил. Башню сил тьмы на верхней линии атакуют. Просто спину за верх, Кликс будет убивать. Башню сил тьмы на верхней линии разрушена. ТТ там вроде спрятался. Так, ну видно, здесь и Баха. Уходит из-под радиуса действия. Не уходит. Там, я так понимаю, какой-то уже гем появился. Да, гем есть у ПМГ. Ну все упали. В общем-то, минус пять. Одного только персонажа потеряли БП за все это время. За последние минуты восемь уже, наверное, или семь. Ну и ребята из БП поднимаются на хайграунд, собственно. Башню сил тьмы на верхней линии атакуют. Ну так, а РДМчик действительно был веселый. И такая карта. Ну, мы знаем, дорогие друзья, что следующие моды, они будут все-таки уже более профессиональны. Я бы даже сказал, да. Где будет поставить скил опыт команд непосредственно. А не просто какое-то везение и прочая ерунда. Вот, поэтому... Я думаю, для Hellraiser в принципе ничего страшного. Нет, потому что первый раз в играми. Нет, заходит. Пошел, пошел, поехал. Ну-ка, ну-ка, давай, афуним. Кунка. Всполни. С Мехой. И с блинком. И вот он, кстати, Амберспирит появляется, но он с амана ботинками. Эх. Не там, не туда. Где этот парень, который БФ собирал? Где он? Это Воит. Нет, не Воит. Нет, не Воит. Свен. Нет, не Свен. Мимо. Он продал, он продал ботфюра. Это и пах был, да? Нет, шашло, шашло, шашло. Шашло, да, он купил некуда. Слушай, ну Метуз тинкер убили, неплохо. Потеряли три в сторону уже. Да нет, тут ГГВП. Да, как ГГВП? Да, так как это быстренько у нас как-то получилось. Я думал, сейчас чуть-чуть подальше будет. Ну, до поры до времени казалось, что вроде как более-менее равная игра и ребятки друг друга убивают, там разница по смертям была один-два фрага всего лишь, а потом что-то в один момент в Hellraiser's не пошло, а не пошел, а у меня найп. А, кстати, до сих пор и до конца игры в живых остался. Год. Год затащил, можно так сказать. Ну да. Жаски, Год. Жаски, Год.